МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недельная глава Шофтин. Вообще мы обычно даем две проповеди в шаббат по недельной главе и на свободную тему, но на время августа, который успешно заканчивается, мы решили сделать немножко сокращенно и дали всем нашим проповедникам свободу выбора или по недельной главе, или то, что Господь даст. Но я, когда читаю эту недельную главу Шофтин, она просто нуждается в постоянном повторении, потому что это одна из наиболее практических глав священных писаний. Эта глава как была актуальна тогда, так и актуальна сейчас, разумеется, как любое место писания, нуждается в временном, в приспособленном к сегодняшнему дню истолковании. И вы знаете, последние недели там и здесь в интернете вспыхивают всякие негативные наезды на такое выражение «устная тора». Что такое «устная тора», для чего она нужна? И там вообще Бог не давал Моисею устную тору, есть только письменная. На самом деле я согласен, Бог давал по Писанию Моисею только то, что Он давал ему, то, что записано у нас. «устная тора» – это традиция, которая сложилась, скажем так говоря, может быть, во времена Ешу или даже немного до него, когда некоторые, не некоторые, а многие толкования стали записывать. А еще позднее, когда сформировалась такая книга, как «Талмуд», которую чаще всего и называют «устной торой», это сложилась запись древних интерпретаций. И на самом деле мысли, которые в них выражаются, супермысли. И там есть много мудрейших наставлений и принципов, которые можно понять. Но проблема, по-моему, устной торы, про которую все говорят и гудят ее, я думаю, не надо ничего гудить, надо просто понять, что многие из тех интерпретаций давались 2000 лет назад, 1800 лет назад, и были абсолютно применимы, практически. Но по прошествию 2000 лет, когда мы живем Баэйдан-Хадаш в модерное время, многие из тех вещей, они просто неактуальны, и нужно через голову перевернуться, чтобы их сделать. И, к сожалению, то, что записано пером, не вырубается топором. Но я вам хочу сказать, в каждой еврейской общине, в каждой мессианской общине, в каждой христианской общине и динаминации существует своя устная тора, когда какие-то вещи и истолкования интерпретируются для сегодняшнего дня. Это, по сути, то же самое. Только у нас вот есть вот эта фишка, что она записана. И поэтому нам нужно относиться к ней как к мудрой книге, ни в коем случае не ставя ее на тот же уровень, как Священное Писание, но пытаясь понять суть, каким образом те мудрые, писавшие эту книгу, подходили к тем или другим умозаключениям. И если мы будем включать свои мозги в соответствии с сегодняшним временем, читая Священное Писание и давая толкование, то мы увидим, сколько богатства и силы это дает нам. И я хочу сказать всем этим вот евреям-нелюбителям или нелюбителям еврейского наследия. Вы знаете, что Новый Завет – это самая еврейская книга. И без того, чтобы знать древнее, по сути, Новый Завет очень сложно толкуется или толкуется, как книжка, которая случайно упала с луны. Ты открываешь ее и не знаешь, с чего там все это взялось. Поэтому я хотел бы этих всех евреям-нелюбителей, нелюбителей традиции, сказать, смотрите, никто традиции не спасается, но читая и понимая, даже около библейской книги, мы можем понимать какие-то вещи и использовать их сегодня, когда мы читаем заповеди и повеления Священных Писаний. И пусть Бог нам поможет сейчас пробежаться по недельной главе Шофтим. Я составил Шофтим или Судей. И мы читали во всех, 16 глава автора Закония, 18 стих. Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог даст тебе, ты поставь Судей. Не они себя поставят, а ты поставь Судей. На что это намекает? Назовите одно слово. А? Да. Выборы. Ты поставь Судей. Ты выбери, кто достоин быть Судьей. Чтобы они судили народ судом праведным. Праведность в данном случае, она связана с балансом, со справедливостью, с верным подходом. Не извращай закона. То есть где-то Конституция, где-то закон или Тора. Не извращай закона. Не смотри на лица, не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. То есть человек прав, но кому-то дали взятку, и тот правый уже не прав. Я думаю, многие из нас прямо или косвенно при таких обстоятельствах были. Кто-то почувствовал большую несправедливость, когда его просто обошли. Он был прав, или его были правы, его люди, его близкие, а тут их раз просто кинули. Правды, правды ищи. Всякий раз, когда Священное Писание дважды повторяет какое-то слово, здесь нужно копнуться и понять определенный сокровенный смысл. Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь Бог даст тебе. То есть если ты будешь в двойном размере искать правду, то ты войдешь в то наследие, которое Бог дал тебе. Кто помнит, что Бог сказал Адаму? Адаму. Вот бери сад и возделывай его. У каждого из нас есть свой сад. У каждого из нас есть свой сад. И мы можем его взять. Если будем делать это с правдой, с правдой, дважды с правдой. Окей, сейчас поговорим. Итак, каждый правитель. Правление, оно есть в своем доме. Помните, Писание говорит, что даже в наших домах есть правители. И там написано Творец, потом Машиах, потом муж, жена, дети, потом собаки и потом коты. Нет, коты перед собаками. Окей? Это, это, так Павел истолковал, есть структура правления в месте, где мы учимся. Есть директор заведения, есть завуч, есть какой-то комитет, и потом пошли учителя и студенты, или на работе. Есть хозяин, который имел видение и приложился к тому, чтобы создать эту структуру. Но все плюются на него. Какой гад этот хозяин. Он тебя использует. Он тебе дал возможность работать и заработать там. Он создал эту структуру. И среди нас есть несколько бизнесменов, которые знают, как сложно создать структуру. Но все наши бизнесмены обычно руководители двумя, тремя, пятью человеками. А когда человек создает структуру, в которой тысяча работает, мы вчера ехали из Элата и заехали в Тимну. Тимна – это копии царя Соломона, там, где медь добывали. Мы читали Писание, когда там ездили. И там написано, у него было 70 тысяч носящих тяжести и 80 тысяч работающих в горах. Или наоборот. 150 тысяч человек. Можете представить такой бизнес? Попробуй организовать это все. И кто это организовал, понятно, что там среди 150 будут недовольные люди. Но тот, кто это организовал, он должен был приложиться к структуре. Именно поэтому Писание говорит, молитесь о ваших руководителях, лидерах, чтобы у них было сердце разумное. Знаете почему? Потому что, когда человека все время клюют и гнобят, он гнобится и исправляется. Итак, бизнесы, структуры. Или государство. Вот оно, государство. И правители, они должны понимать и избираться. Поставь. Ты, народ. Ну, может быть, в те времена это было обращение к лидеру, может быть, к царю. Но сейчас все изменилось. И мы должны истолковать это в соответствии с духом времени. Мы, народ, избираем правителей, судей, тех, которые занимаются тем, чем они занимаются. Итак, поставь судей-надзирателей над коленами. Судья – это тот, который выносит определение. Прав, неправ. Шотер, или полицейский, или надзиратель, или милиционер, или стражник, как хочешь его, переведи это слово. Это тот, который смотрит за исполнением. Допустим, налоговая система. Правильно, ты платишь налоги. Многие из нас здесь знают. Раз, переплатил, в конце года тебе вернулось. Мы можем говорить, что в Израиле высокие налоги, не всегда быть довольными, но структура все-таки работает четко. И вот это взвешенное, правильное правительство. Я сейчас хочу немножко говорить о правительствах. И ихняя задача смотреть, чтобы в народе все было в порядке. Я могу сказать, я в Израиле 30 лет живу. Здесь много вещей, которые, да, нуждаются в исправлении, но, слава Богу, за эту землю, где есть структура, и из тебя просто так по произволу кровь пить не могут. Вы понимаете, чем я говорю? То есть, мне ты не понравился, и я пошел и выпил у тебя кровь. Такого не может быть. То есть, если ты уклоняешься от налогов, или ты постоянно на превышенной скорости гоняешь, то, разумеется, ты получишь. Но, если ты этого не делаешь, никто к тебе в дом не зайдет, и никто не даст тебе дубиной по голове, чтобы ты сказал, я люблю эту власть. К сожалению, Новый Завет говорит, что в последние времена появятся, будут времена тяжкие. И вот, 2 Тимофея, 3 глава, 1-2 стих, сказаны такие слова. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Это Новый Завет предупреждает нас пророчески. Павел, чувствуя рух, а Кодыш говорит, и он говорит, в чем будут проблемы людей. И он говорит, люди будут самолюбивы. Знаете, что такое самолюбивы? Мазы, что такое самолюбивы? Как? Да, я. Это я. Это не ты, это я. Сребролюбивы. Что такое сребролюбивы? Это я хочу отжать то, что не мое. Это я любой ценой. Горды. посмотрите на меня любимого. Надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны. А, это вы меня поставили на эту позицию? Да плевал, я хотел на вас. Я сам себя поставил. Нечестивы, недружелюбны. Вы знаете, что, к сожалению, мы можем наблюдать разные правительства в мире. И те страны, вот, ну, как бы, я полвека прожил, могу какие-то вещи оценивать, где избирают человека на один, на два срока. Обычно люди не успевают войти в эту странную гордыню держания за власти. Но когда сроки растягиваются, то люди, которые даже иной раз начали с добрыми мотивами, я хочу всю свою душу отдать стране, я хочу служить моему народу. Потом власть их коробит, и они уже движимы не тем, что они хотят послужить, а хотят быть в позиции силы и власти. А мы знаем, что власть вместе с деньгами или вместе с похотью глаз или плоти очень сильно развращает. Слышали про такие вещи. Почему я говорю на эту тему? Я говорю на эту тему из-за того, что я сейчас наблюдаю по телевизору. И я хочу сказать, нет, Экклесиаст ничего нового под солнцем. Когда-то было поколение допотопное, которое вначале начало тоже очень хорошо, но потом позволили всем же этим вещам самолюбию, сребролюбию, гордыни, нечестию, неблагодарности проникнуть, испортить его. Господь их просто снял с лица земли, умертвив всех водами потопа. Но сегодня вещи повторяются опять. И мы это видим своими глазами. Писание в данном стихе говорится, вы изберите себе, что в тим, что трым, судей и правителей, как бы говорит, вы должны их избрать к следующей, для следующих целей. Они должны быть слугами народа, они должны быть помощниками, они должны быть добрыми управителями, подчиняющиеся этому принципу «ты поставь судей». То есть, что такое «ты поставь судей»? Это выборы. Это когда народ смотрит и говорит «Окей, этот человек мне нравится, а этот нет, потому что слова, которые этот говорит, и дела, которые этот говорит, удовлетворяют меня, а эти нет». Вы сейчас поймете, почему я вам говорю на эту тему. Мы видим, что происходит допустим сейчас в Америке, где из-за излишка демократии поднялись бунты, которые вдруг превратились в анархию. И мы видим супер крутая страна. Я уверен, что Америка преодолеет это, но вид по телевизору со стороны очень неприятный. Но еще хуже то, что мы видим сейчас в Белоруссии. Многие говорят Лукашенко, он такой крутой правитель, он просто обычный зажравшийся диктатор. И да, он когда-то был хорошим. И я в этом абсолютно не сомневаюсь, потому что он убрал бандитизм, и он выстроил общество, которое жило стабильно, но он слиха зажрался. И он стал самолюбив, горд и надменен. И к сожалению, если ты открываешь свое сердце Господу Ишуа, то Дух Божий тебя исправляет со временем. А если ты упиваешься властью, то ты развращаешься и становишься хуже. И посмотрите, что сейчас происходит. Людей избивают в тоталос. Я не хочу говорить, что эта женщина, которая там на выборах лучше или не лучше. Я хочу сказать, что у народа есть право избирать. И я хочу призвать, чтобы мы могли молиться, чтобы мы здесь в Израиле, потому что у нас есть от Господа постановление молиться, чтобы в той же Белоруссии, здесь у нас вообще немногие из Белоруссии. Израиль начинала четыре белоруса, евреи, которые вышли из Белоруссии. И я думаю, что нам нужно молиться, чтобы Господь вмешался, чтобы Его порядок пришел туда, чтобы темное с любой стороны и сокрытое стало явным, и чтобы народ не получал дубинками, как будто попали в гестапо. Я немножко эмоционально это говорю, потому что я оттуда рода мне не довелось за 30 лет быть ни разу в Белоруссии, но я наблюдаю, что там есть, и мне просто больно. Люди имеют привычку портиться, и когда начинают верующие говорить, наше дело не политика, мы аполитичны, мы вообще имеем гражданство небес. Люди дорогие, это чистейшее лицемерие, потому что написано, ученики хотели там в кущах с Ешуа быть, одну кущу для Ешуа, одну для Мушея, одну для Илии, но он говорит, идите туда и будьте светом. Я хочу немножко несколько слов о нашей политичности или о политичности поговорить, потому что мы живущие в Израиле, или неважно кто где живет, должны понимать, что мы есть соль, а соль это не только провозглашать слова из Писания, особенно людям, которые в этом Писании вообще ничего не понимают. Писание говорит еще, говорит, не бросайте бисер перед свиньями. Когда мы начинаем о Господе Боге говорить с людьми, которые тотально божественно и отрицают, мы по сути бросаем бисер перед свиньями. И Писание не говорит нам этого делать, но Писание учит нас жить жизнью праведной, чтобы мы могли делами влиять на людей, которые Бога не видят и знать не хотят. И тогда, может быть, Дух Божий размягчит их сердце и случится в их жизни чудо. Итак, не обязательно, чтобы верующий был политиком и занимался политикой, но быть нормальным человеком и гражданином это наше призвание. И мы до дня нашего смерти обычно принадлежим какой-то стране. Я таким же образом могу сказать русскоязычным американцам, которые живут в Америке и по 30 лет не берут гражданство, пользуются всеми благами той страны, но гражданство не берут, чтобы не быть ответственными. Я хочу сказать всем нам, мы часть, часть этой страны, любой страны, в которой мы находимся и живем, и мы должны выражать свое мнение. Обычно минимальный процент верующих задействован в политике. Я думаю, этому есть свое основание, потому что чаще всего политика это дело очень грязное. И только немногие могут иметь этот сильнейший стержень внутри себя, чтобы противостать и проводить свою политику. И дай Бог, чтобы и среды верующих поднимались, там и здесь какие-то правильные люди, но остальные не должны быть запечатанными глазами. Я закрываю глаза, да хай там будет, что оно будет, мне все равно вообще, главное, что я небесам принадлежу. Друг, твое дело небеса на землю не сводить, а когда надо подняться на небеса, Господь об этом позаботится. Так, по крайней мере, Писание говорит. Вы знаете, мы должны понимать, как верующие, несколько вещей. мы должны понимать ценность свободы. Свобода это значит, я могу говорить, что я хочу в разумных пределах. Я могу поступать, как я хочу в разумных пределах. Равенство, братство и Божий стандарт. Знаете, что такое Божий стандарт? Это мораль. То есть, когда в стране есть много свободы, это супер, но когда попирается Божий стандарт, мы, как верующие, должны здесь немножко пробудиться. Что я говорю про Божий стандарт? Вы знаете, сейчас все масс-медиа на каждом углу трубят про сексуальную свободу. Я считаю это неправильно. То есть, я не собираюсь залазить за чужую дверь. И там, за закрытыми дверями, каждый будет делать, что он хочет делать, с кем он хочет делать и как он хочет делать. И только Господь Бог его в конечном итоге будет судить. Мне туда лезть не надо. Но когда все это нечестие, какая-то партия пытается провозгласить с трибуны и еще забивают этим все телевизионные и интернет каналы, вот здесь простите, мне это не нравится. Вы понимаете, о чем я говорю? Или забирают свободу быть верующими в Ишуа людьми. Я вам дам пример по нашей израильской системе. То есть вот каждые х лет сейчас стало чаще, чуть ли не каждые два-три года мы стоим перед выборами. И каждый раз масса партий выкидывают свои программы, лозунги и так далее. Я вам скажу, как я голосую. Первое стабильность Израиля как государства, защищенность, не делить его. Для меня это принципиальный шфак, который я по Писанию вижу. Второе моральный стандарт. Смотрите, кто скажет, что гей-культура это что-то новое, заблуждается. Все века была гей-культура, но она была там под ковром. Я повторюсь, кто хочет, пусть занимается чем хочет. нормальные семьи тоже не афишируют, чем они занимаются. И поэтому, когда начинают трубить о супер правдах каких-то сексуальных меньшинств, меня это коробит. Делайте, что вы хотите, только не на пумбе, не идите в школу, не несите эту вещь, с которой я не согласен там, где мои дети учатся. Третья вещь, третья вещь, свобода верующих. Что значит свобода верующих? Здесь, наверное, немногие знают, примерно в девяносто первом году, один проповедник, он умер недавно, его звали Морис Сирула, за свои деньги отпечатал на двух языках книгу, два человека из Эдема, она у меня где-то валяется до сих пор, эта книга, на русском и на еврите. Он верующий, он еврей, но он такой, ноцри, христианин, он менее ягуди-мищихи, больше ягуди-ноцри. И он проплатил израильской почте областнованную сумму, и эту книжку кинули в каждый почтовый ящик. Люди здесь на голове от злости ходили, и в Кнесете хотели провести закон, запрещающий иметь Библию. Я считаю, что он сделал глупость, но Кнесет Израиля вдруг под давлением ортодоксов решил провести закон, чтобы христианская или новозаветняя Библия и литература не были в наших домах. Понятно, что написали несколько им добрых писем из Конгресса США, и все это утихло моментально, но вот сегодня я стою перед выборами, и вот разные партии, меня больше привлекают правые партии, но когда я вдруг слышу, что ШАС, к примеру, которая хочет целостности государства более-менее, вдруг говорит, нам нужно всех мессианских верующих выкинуть из страны, угадайте с двух раз, подам ли я ей свой голос. Разумеется, нет. Поэтому ты начинаешь искать, но если вы смотрите на другую какую-то левую партию, тот же Мерец, и спросите их, а вы любите Ягудим Мишихим? Они скажут вам то же самое, что и сейчас. Угадайте с двух раз, я их выберу или нет. То есть я буду искать какого-то человека или партию, который более правых взглядов, который стоит за библейский стандарт поведения, более-менее, и который позволяет верующим быть верующими. Для меня это принципиально. Я вот таким образом реагирую на то, за кого голосовать. И может быть я неправильно делаю, но так я понимаю, из позиции Роя Кегила я преподаю это вот каждому. Возьмите себе за образец. Но когда мы избираем правителя, очень важно, чтобы правитель был человек, который любит народ и который не добивает народ палкой по голове. Сегодня, к сожалению, вижу это в Белоруссии и меня очень, очень сильно это ранит. И я молюсь, чтобы Бог дал Лукашенко покаяние, но, по-моему, после стольких лет руководства для него покаяния и оставаться во власти просто, нет. Я там не призываю ни за какие революции или это, но чтобы белорусы сами решили, кого им надо. Но сейчас, видать, их хотят ломать. Пусть Бог им поможет. Это урок первый. Редактор субтитров Корректор А.Егорова